Микс Ньюс Давайте напишем историю вместе Прекрасная юность Поиски правды Сбывшиеся надежды И данные обещания Флэшмобы в Фейсбуке И случаи из нашей жизни В студии Радио Болтком По пятницам в три часа В программе Очевидец Добрый день, уважаемые радиослушатели! Сегодня у нас в программе Очевидец Очень позитивный человек Это художник, поэт, издатель Ну и вообще, друг всех детей Владимир Новиков Добрый день! Здравствуйте! Если у вас есть вопросы по детской литературе По встречам с интересными людьми О которых будет рассказывать Владимир То звоните в студию по телефону 672-12-93-9 672-13-93-9 В студии работает Звукорежиссер Родион Золотарев И я ведущая Людмила Прибыльская И мы начинаем нашу программу Итак, Владимир Новиков Человек, который Наверное В Латвии инициировал Максимальное количество Различных детских проектов И известен прежде всего Как издатель детской литературы Что для вас Ну, означает Эта деятельность? Почему вы вообще пришли В детскую литературу? Каким образом? В детскую литературу Вообще Я пришёл Через журнал ЦК КПСС Крокодил? Да Как ни странно Да Это сатирический был журнал Для молодых людей Объясняю Об этих художниках Книги И там Были Воспроизведены Репродукции И написан год Публикации И вы вспомнили Именно эти картинки? Мне было 5 лет Да Я их именно вспомнил Мне тогда было 5 лет Вот А когда мне было 8 лет Почти 9 Тогда стал выходить Журнал Весёлые картинки Вот И его создал один из художников Крокодила Да Один из ведущих Ведущих художник Так можно сказать Это Иван Максимович Семёнов Вот У него кстати смешные очень Иллюстрации к Швейку По-моему Да Да К Швейку К Генри Он делал иллюстрации Ну и потом Конечно Классика Это Носов Носов Все рассказы Носова Это Иван Максимович Семёнов Рисунки Кстати Сын его Александр Иванович Семёнов Тоже писатель Детский И художник И вот Мне посчастливилось С ним познакомиться И очень интересный Рассказчик Интересно Значит Вот этот Художник Семёнов В 56-м году Создал Журнал Весёлые картинки А Так как он был При Крокодиле Главным художником Он Из тех Лучших Крокодильцев К себе Весёлые картинки Вот это интересно Политическая карикатура И детский рисунок Как они Могли Сочленяться А вот так Потому что Очень образно А что Я же вам сказал Что мне В детстве Когда мне было 5 лет Нравились Журнал Нравился Журнал Крокодил И значит Журнал Крокодил Ребёнку Доступен А вот я сейчас Тоже сразу Немножечко Отойду в сторону В советское время Была Не только Редактура Очень сильная Литературная Но и Отношение К Иллюстрации К карикатуре Тоже было Соответственное И В журнале Крокодил Работали Великолепнейшие Художники Не просто Там кто Раз Нарисовал Большой нос Маленькую голову И Ножки И побежал Герой Нет Это были Очень сильные Работы Просто Скажем Гениальных Художников Вот был такой Художник Евгений Шукаев Это был Главный Художник Крокодила В 60-е Годы Виталий Горяев Тоже Иллюстратор Многих Классических Произведений И Детских Книжек Это в Крокодиле Потом Генрих Вальк Такой Доктор Он Медицинский Институт Заканчивал А его Иллюстрации Вы можете Взять Книжку Носова Незнайка На Луне И вот Лучшие Иллюстрации Незнайки На Луне Это Генрих Вальк Аминодав Моисеевич Каневский Пожалуйста Он Рисовал Коров А был Академиком Академии Художеств Пожалуйста То есть Не было Для Маститых Художников Карикатура Каким-то Низким Жанром Или детский Рисунок Иллюстрации Ну что вы Во-первых Это был Хороший Заработок Если ты Работал В каком-то Престижном Журнале ЦК КПСС Или ЦК Коммунистической Партии Латвии Во-первых Это и заработок Был Можно было Там В море Не ходить А работать В журнале И жить Безбедно И кстати Вот вы упомянули Про море Вы же По профессии Вообще-то моряк Да Я штурман Вот И в каждое Где я бывал В город В стране И сейчас Даже вот по России Когда езжу Я в каждом городе Приобретаю Куклу Вот Это Куклы Вот это я Еще С бородой Такой И куклы Вот у меня куклы Больше 50 кукол Коллекция Да Вот такая Значит Вернемся К самому началу К вашей биографии То есть вы В пятилетнем возрасте Увлеклись карикатурой Да Вы могли Так сказать С закрытыми глазами Определить стиль художника Назвать его имя Не закрытыми глазами А сокрытым фамилией художника То есть очень четко Различали стиль Каждого Из этих художников И Ну И ваш папа Прекрасно рисовал Вы рассказывали Да То есть Получается Что вам была прямая дорога Вообще-то По художественной стезе А вы выбрали Морское дело Почему? Ну Здесь Разные причины Вообще Разве Бывает Мальчишка Который Откажется Пойти в мореходку В море Да И Во-первых Романтика Да Прежде всего Романтика А во-вторых Я был уверен Что Я не буду Дослуживаться До капитана Все-таки Карикатура Меня Увлекала Больше Я мечтал Стать карикатуристом Да Да Я Был В Москве На темных Заседаниях В крокодиле Что такое Темное заседание Темное заседание Крокодил выходил Десять раз Извините пожалуйста Раз в десять дней И вот Каждому номеру Надо было Подготовить Карикатуры А Карикатуры Для карикатур Нужны темы И Вот Был такой Длиннющий стол Там Редакция Крокодила Ну не знаю А редакция на улице Правда находилась Метров в десять Да Метров в десять Может быть больше Очень длинный стол Овальный И Тогда В те времена Это 60-е годы Были Я был на судне Судно Утонуло Ого Я пошел на выходные Столкновение Произошло В море С финским Судном Я пошел на выходные И поехал В Москву И пошел В редакцию Крокодила Ну слушайте Там же была пропускная система Всех не пускали А вот нет А вот нет Нет Нигде не было Нигде не было Не здесь вот у нас Пожалуйста Иди в Дадзес Иди в Подомью Латвии Иди в Подомью Явна Иди в Цинью Иди в Советскую Молодежь Иди в Советскую Нигде не было Были где-то Вахтеры Вот Советская Молодежь была Вахтер Но можно было сказать Что она из музея Тюсо Мадам Тюсо Она сидела Вот так Божий одуванчик Ну Сейчас бы я не сказал Что она божий одуванчик Наверное Она была моложе Чем я сейчас Она сидела Просто так Или вязала Ну замерла Никогда Никого не спрашивала Куда вы идете Чего вы хотите Но это еще не было Дома печати Это же каждая редакция Находилась в отдельности В Дом печати Когда появился Тогда да Там уже и пропуска И все А в Москве Вот этот Дом правды Там тоже По принципу Нашего Дома печати Был Внизу типография А вверху Там Редакция Да Редакция Абсолютно Свободный проход был Ну вот это Ваши 60-е годы Когда я училась В Московском университете Уже надо было Заказать пропуск Получить С паспортом Обязательно Первый раз я в Крокодиле Появился в 1965 году Потом там же То есть вы просто пришли На голубом глазу Да И я хочу Не надо хочу говорить Пришел Сел А вот так даже Да И никто не спросил Откуда вы молодой человек Нет 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 Пришел Сел Но должен был Принести темы Вот все Приносили темы И во главе Стола Сидел Евгений Шукаев Вот художник Замечательный А как выглядела тема Это какой-то набросок Или Ну как бы Текст И вот эти темы Давали этому Шукаеву И он Так Такую пачку У него Появлялась Такая большая пачка Он и Тасывал Чтобы Не были там Подряд одного автора Темы Те кто Давал эти темы Это были набросочки Просто набросок Чтобы видно О чем речь Да Не окончательный рисунок Да Вот И вот он брал тему Показывал Вот весь этот стол Сколько там Двадцать человек сидело Может быть Больше порой Да И все Высказывались То смеялись То там Ругались Подходят Тема И все Вот большинство Ну как Да Он откладывает Тему Пойдет Следующую тему Зарубили Посмеялись Потому что Наивная Или глупая И все И вот у него Образовываются Темы Сколько там Появляется И он Распределяет Их между Художниками Если Это Политическая Тема Я перебью Да Значит Если вспомнить Журнал Крокодил То он Был направлен На борьбу Со всяческими Недостатками И с Международной Так сказать Военщиной Которая Противостоит Советскому Союзу Ну или Международным Капиталом Да И соответственно Журнал Откликался На какие-то События Ну В международной Жизни Или во внутренней Жизни Или там Разоблачал Какие-то Недостатки Вот Прежде чем Нарисовать Тему Набросок Дать Ведь Кто-то Определял Вот Саму Ну Смысловую Часть Нет Никто Ничего не Определял То есть не было указилок СЦК КПСС Что Разоблачите там Какого-нибудь Никсона Это не значит что эти темы пошли Ну Ну Я не знаю точно Но я думаю Мануил Семенов Редактор Крокодила Он наверное туда К ЦК Относился Может быть И был там Каким-то Членом ЦК То есть Нет Нет Там Темы И вот эти темы Шукаев Замечательный художник Действительно Времена-то были Ещё Перестройки Ёлки Ой Не перестройки А оттепели Ещё же Весь Курчёв Только сняли его Он Брал их И смотрел Ага Это дядям Кукрам Так они называли Кукрониксов Там все Это тут На обложку Это на заднюю обложку Ну это Юлю Ганфу Или Борису Ефимову Куда курьер отвезёт Они уже не приходили Не в редакцию Курьер им возил Набросочек И да Это набросочек И они потом готовы рисунок Вот как раз О Юле Ганфе Дальше Он Это был мастер Политической карикатуры И у него рисунки Почти каждый раз Были Обложка И вдруг В 1962 году Это не вдруг А в 1962 году Стала выходить Такая серия Альбомов Мастера советской Карикатуры Первый был Михаил Михайлович Римных Большой любитель Благ земных Как о нём Сказал Маршак Вот Вторым был Каневский По-моему А один из Следующих Был Ганф Вот этот Ганф Мастер политической Карикатуры Как он меня удивил У него там Такие карикатуры Такой тонкий юмор В этом сборнике То, чего я никогда Не видел Понимаете То есть это не опубликованные Были Ну да Вот я не знаю Откуда они там Появились Они в крокодиле Их не было Это уж точно И вот Да Политическая Значит Ага Колхоз Понятно Коровы Урожай Но это Минодаву Каневскому Надо отдать Ага А здесь город Это Юрий Черепанов Будет рисовать Понятно Получает Черепанов Ну Если А Ну ты парень Смотри У тебя три темы Ну ладно Одну сам сделаешь Вот так А были Такие темники Которые просто Жили за счет этого Не умели рисовать Вот Такой Чикарьков был Он приходил В редакцию И просил Ребята там Тильмана Или Вайсборда Нарисуйте мне Нарисуйте Ну хотя бы Чтобы видно было Ну набросочек Сделайте Да И получал Вот я говорил Что крокодил Стоил тогда В советское время Обложка 100 рублей Вот это 60-е годы 100 рублей Да Это было больше Чем средняя зарплата Тогда Да 100 рублей И из них Значит 50 рублей Получал Художник 50 процентов Ну или 50 рублей Получал художник 50 Автор темы Да Марк Вайсборд Был такой Карикатурист Ну У него там Тысячи тем Опубликованы По всем журналам По всем газетам И сам он рисовал Но На обложку Конечно Нет Маленькие у него Рисуночки были А темы Были на обложке Вот был такой художник Самойлов Лев Самойлов Это наш Рижанин Вот сейчас В центре русской Как это Латвийское общество Русской культуры На Имоте Там висит портрет Юрия Ивановича Абызова Шаш Который нарисовал Самойлов Лев Самойлов Вот Он потом переехал в Москву И стал ведущим Одним из ведущих Художников Крокодила Причем он рисовал На бытовые темы И на политические Ну вот вы мальчишкой Фактически Да Молодым человеком Вы попали В эту тусовку Да Людей Которых вы Знали Заочно Уже много лет Трепетал Трепетал Юрий Узбяков Такой Например С ромашкой В петлице Да В петлице С ромашкой Да Такой Кепканый Бекрень Посмотрю Там Кузьмин Кого еще там Тильман Владимир Я с ним познакомился Сейчас Его уже То есть они спокойно С вами разговаривали Да Шукаев Ой Но Шукаев Это Вот была Целая плеяда Художников Таких очень-очень сильных Настоящих Вот Это было Это Называлось Школа Бродаты Лев Бродаты Такой был карикатурист Старший из них И вот Лев Бродаты У него значит Ученики Суфертис Да Потом Горяев Шукаев Просто целые Это очень сильные Художники были Да Невероятно То есть Вот советское время Вот можно Как угодно Ругать Но сейчас Очень многие книги Ты смотришь И думаешь Просто Просто Детский сад В смысле Какое было Высокое качество Иллюстрации Очень высокое Ну что вы Это В Москве Иллюстрируют книги Только выпускники Обязательно Вот Факультет Художественно-технической Продукции Оформление Художественно-технической Продукции В топ Полиографического Института Вот такой Да И вот Чижиков Например Он такой Царствие небесное Вот он Недавно ушел Но чудесно Он кстати Тоже Иллюстрировал Детские книги Очень много Очень много Он вообще Родился Счастливой звездой И сам стал звездой И не звездил Так скажем Очень хороший человек Я счастлив Что я С ним встречался То есть Побывав в редакции Крокодила Вы решили Что с морем Надо завязывать Или нет Нет Еще после этого Я еще Сколько Девять лет Еще в море ходил У меня же это все Рядышком шло Мне никто не мешал Читать журнал Крокодил И рисовать Я рисовал На выходные Шел журнал Зилет И там Мне опубликовали Мои рисунки Рудлс Янсенс Такой художник Был Иллюстратор Он был главным Художником Зилета Когда он первый Мой рисунок взял Я ошалел Когда он Напечатан был Ну правда Один из журналов Со мной вместе Тонул Вот в то время Когда я Тонул Но я его спас С моим рисунком Вот Теперь мы перейдем К латвийским реалиям Значит В Советском Союзе Значит В 56-м году Появился журнал Веселые картинки И наверное Вскоре после этого Начали создаваться Детские журналы В национальных республиках Или нет Они Да Примерно в это время Но какие-то Может быть И раньше Были В 57-м В 57-м Или 58-м 57-м Или 58-м Детский журнал На латышском языке На латышском языке Он был Да И здесь Невозможно было Издать Журнал На русском языке Без Разрешения Центрального комитета Компартии Латвии Или КПСС Я думаю Компартии Латвии Но установка Наверное Была из Москвы Где что можно Какие журналы Могут В какой республике Вплоть до детских журналов То есть детские журналы В Латвии Издавались только На латышском языке Да Да Только на латышском языке И вы пришли В этот журнал И предложили Свои рисунки Как было дело Ну во-первых Я конечно Сначала Стал читать Этот журнал В киоске Покупал И вот там Тогда Увидел рисунки Маргарита Старост Я с ней тоже Потом Её рисовал И опубликовался Шарш С ней Когда ей было 90 лет Вот То есть вы туда Сначала Сначала конечно Я с ним знакомился А Когда я учился На третьем курсе В мореходке Это был 65-й год Да Я сделал Рисунок И пошёл В редакцию Велиты Кстати Она была На Горького Редакция Здесь вот Типография была Образцовая Да Нет Не образцовая была Это Ну типография Глубокой печати Она была Там Печатали И цветная Была печать Чёрно-белая И черно-белая Вот И наверху Вот Ну здание Где Вот это Вот это Это здание Волгомар 8 Это здание Это рядом с издательством Это С магазином Звайзина Который Там вход рядом Там внизу была Типография А вверх поднимался Там редакции были Вот Дальше В этом доме И По-моему На пятом этаже Была редакция Зилита И я принёс Этот свой рисуночек Конечно Не надеясь Что его опубликуют Сколько мне там 17 было лет Ещё Никто С вас не спросил Специальное образование Просто посмотрели рисунок И сказали Он посмотрел Рудол Сьянсон Он после войны Сначала работал Он в издательстве Льесмо Художником Главным Главным Или художественным редактором Точно не знаю А Взилит Да Я принёс Он взял Всё сказал Молодец Хорошо И Через пару месяцев Я журнал этот Взял Там была Публикация Я стал ему носить И он всё Публиковал Публиковал А о чём вы рисовали Что рисовали Карикатуры Тоже Для детского журнала Да Для детского Ну например Слон заболел Три врача У них Ставлен Чтобы слушать Этого слона И они все Его осматривали Да Или у жирафа Заболели зубы Жираф Завязаны зубы И подъезжает машина С выдвигающейся Такой Лесенкой Пожарная Да 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 И доктор Лечит зубы Жираф Потом у меня был Большой рисунок Зимний Там целые Целые Сцена Да Я вот Кстати Это очень интересно Вот мне отец Царствие небесное Говорил Я говорю Вот надо Там Чтоб стиль Был Он говорит Так у тебя Уже есть стиль Чего тебе Рисуй и все И Да Вот И Стали у меня Эти рисунки У меня А потом был рисунок На разворот Разворот Там даже уже Ну это там уже Целая композиция Наверное Там какое-то действие Происходит Это у меня был Громадный корабль И На нем Пятьдесят Героев Сказочных Разных Из разных Сказок Вот Это вот так Да И вот В 65-м году Неородов Янсен Опубликал Четырех Или в пяти Журналов Прямо вот А сколько платили За рисунок Там хорошие Были гонорары Там От 18 До Наверное Пятидесяти Рублей А может быть Даже и больше Вот если Страничные Может быть Даже Рублей Семьдесят Я вот сейчас Просто не помню Так хорошо Я помню Советская молодежь Три рубля Семьдесят копейки Советская латвия Девять рублей Сорок копейк Рисунок А Вели Это вот как-то Интересно Что я даже Не акцентировал На стоимость Этих рисунков Просто для меня Это Для души Были рисунки Невероятно Ну знаете Если напомнить Слушателям О том Что в то время Там Можно было Сходить в ресторан За пять рублей Да То это просто Было огромные деньги Да Семьдесят рублей Получить за рисунок Мне Меджевилк Тогда и Гавриил Удис Кристопович Он мне говорил Слушай Бросай ты это в море Я еще учился в море В мореходке Да В мореходке учился Он тогда Взял надо мной шефство Он со мной по-русски говорил Вы спросили Насчет латвийского языка Потому что Говорит Можно зарабатывать и этим Вот карикатуры Можно зарабатывать А он вам рассказывал о себе? Нет Никогда Нет У нас не были такие отношения Я был пацан А он был Уже маститый мастер Маэстро Да Художник Вот Ну конечно Нет Владимир А вот такой вопрос Кто-то учил вас рисовать Или вы полностью Вот такой самородок? Ну как учил Я учился в академии У Артура Петровича Никитина Вот у нас был Ну там курсы Художественного конструирования Трехгодичные Да У меня диплом Художник Конструктор Дизайнер Ну то есть вы поступили в академию Это когда? Ну когда уже Когда уже сидеть начали Ну то есть Когда вы пришли в зилеты После моря Конечно Вы не были никаким профессиональным художником Нет Нет То есть вы могли рисовать людей Да Вы могли рисовать зверей Да Движения и так далее То есть это все вы Ну Я видел Что это все несовершенно Да Несовершенно И поэтому я старался нарисовать как можно лучше И сейчас моя дочка смотрит мои рисунки Тех времен карикатуры Говорит Как стильно А я просто очень старался Просто очень старался Вот А потом да Я очень много получил И вот такая студия была Художник Моисей Рувимович Зуховицкий Там Многие учились И студенты академии Занимались И потом вот Я на дизайн Когда поступил Там надо было И экзамен Сдавать Все И Был преподаватель Рисунок Там преподавал Артур Петрович Никитин И тоже Вот он Вот А говорили Что в академии художеств Все на латышском преподавании Или Вот эти курсы были У нас было два потока У нас было два потока Латышский и русский Мы параллельно учились Вместе Выставки у нас вместе были Там Когда вот выставка Там Работы выставляем Оценку получаем Кстати У меня Большая часть моей Судьбы связана С куклами Вот не только Куклы на обложке Но и куклы Для театра В кукольном театре работал Ой Владимир Вот мы сейчас Наверное не успеем Я просто хочу сказать Что завтра Премьера В кукольном театре Аленький цветочек Где Текст Десяти песни Мы Это я написал Чудесно Всем рекомендуем Так Владимир Вот вы сказали Что был разворот Где корабль Со сказочными героями Вот мы знаем Что есть Ну такие Сказочные герои Там допустим Из советских мультиков Которые Ну не пришли Из латышской культуры Они пришли В латышскую культуру Вот Расскажите О части Своей жизни Которая связана Была с переводом Этих Сказок На латышский язык Ну я не переводил А Ну мы Я как издатель Покажите Книжечки Я как издатель выступал Да Эти книжки Это Это переводы Вот Тевацис Федорс На русский Да С латышского Да Вот Это Звезденш Забавные истории Тобиаса Вот на камеру Покажите Да Вертикально Да Это Яниса Балтуса Сказки Это его рассказы Это Звезденш А это мы Придумали Эдуарда Николаевича Успенского Издать На латышском языке И это было Первое издание Вот этой книги На латышском языке Дядя Федор Пес и кот Да Это было 2003 Да Насчет Тевацис Была Большая Дискуссия Не знали Как же назвать Как перевести Онкулис Может быть Или еще Как-нибудь Вот И Эдуард Николаевич Сказал Назовите Мистер Федор Ну потом Все-таки Решили Тевацис Сделать Вы хотели Спросить Насчет Истории Чего Про Чебурашку Про Чебурашку А вот Крокодил Гена Вот Не про крокодила Гена Это Чебурашку переводил Еще я не сбал Балтел Крокодил Гена И его друзья Книжку А эту мы В начале 2000-х годов Это где-то В 2001 Успенский Был в Риге Да И мы помним Вайра Вики Фрейберга Изучала русский язык По его сказкам Да-да-да-да-да Но это немножечко Попозже уже было Она его изучала Он был в Риге И Я тогда Сотрудничал С Морским профсоюзом Я В свое время Потом 9 лет Был редактором Журнала Вестник моряка Вот Двуязычного И Я Эдуард Николаевич Познакомил С президентом Морского профсоюза Латвийского Игорем Павловым И Во время разговора А Павлов Человек очень креативный Очень многое может Придумать Вот он даже придумал Не профсоюз моряков Торгового флота Он придумал Профсоюз мореходов Торгового флота У нас называется И вот Слово за слово Уже не помню Кому эта мысль пришла Решили Принять Ката Матроскина В профсоюз Латвийский профсоюз Моряков Успенский Сказал Давай Пойдет И написал Тут же заявление Прошу Президенту Профсоюза Моряков Игорю Павлову Прошу Принять Меня В профсоюз На всякий случай Потому что Я слышал Он защищает Хорошо Слова Права Моряков И За Знаменитого Кота Матроскина Расвисался Писатель Эдуард Успенский Вот И тут же Пошла речь Вот Издать эту книгу На Латышском языке Потому что Ее не было На латышском И Здесь я Иллюстрировал Ее как раз Эту книжечку Издать На латышском языке И Вот тогда Яниса Балтовского Это же авторские Права Сразу Ну Он же Сам Успенский Да дает Эти права Нам дал Сначала Я просил Яниса Балтовского Потому что Он очень хорошо Перевел Крокодила Гену И его Друзья Но Янис Тогда был Редактором Уже стал Редактором Зелита Очень много У него было Хлопот И он сказал Давай Позвони Дагнии Дрейке Она очень хорошо Играет со словами И вот Она перевела Дагния Она перевела Эту книжку Я Янису Как раз Позвонил Это был 2003 год Начало Октября Говорю Не прочитаешь Ты Мы уже Макет Сделали Он сказал Я еду Сейчас на Три дня И только Журнал сдал В Лилварда Через три дня Вернусь И прочитаю Обязательно Но он не вернулся Он тогда погиб И я дал себе слово Что переведу Все его сказки Здесь практически Все сказки По-моему Одна или две Вылетели Вот И когда Был день рождения Вот 24 Июля Его день рождения Вышла Вот эта книжечка Первый день рождения Второй день рождения Вышла Это его книга Здесь его рассказы Причем Иллюстрировали Эту книгу 29 художников 29 художников У меня в то время Была студия Классической гимназии И в Рижской центральной библиотеке Это список Детей Которые рисовали Рисунки Здесь Я переводил Рассказы Яниса Приходил в библиотеку На Бривибас Рижскую центральную И детям своим читал У меня студия была Наш карандаш Студия юных Иллюстраторов Они рисовали Рисунки Да И потом вместе Советовались И в результате Появилась Вот эта Книга А как восприняли Вообще Читатели Покупатели Эту книжку На латышском Дядя Фёдор Какой был тираж Насколько она разошлась В общем Её оплачивал Про союз Морской Да Эдуард Николаевич Отказался От гонорара Он просто отказался Сказал Это Это вам Подарок Поддержка Вот Она продавалась В магазинах Но Как все любые книги Ну С трудом Ну Не так Замечательно Я просто знаю Отзывы были Великолепные Кто читал Из детей Латышей Просто брали книгу И как Сначала И до конца Её читали Не отрываясь Да И Потом Здесь тираж был большой 3000 экземпляров Мы сделали Ну Для Латвии Это очень большой Тираж И Тогда В то время Как раз В профсоюзе Были Для моряков И их семей Курсы Латышского языка И вот Каждому Учающему Сечего Вручалась Эта книга Да Вот Как Для поддержки Вот Такие дела Ну вообще Детская литература Это Какой-то особый жанр Что нужно Для того Чтобы Писать для детей Вот Один поэт Из наших Таких взрослых поэтов Не очень признанных Как-то пришёл к нам На наше собрание На соседание Нашего клуба У нас ещё есть клуб Друзей детской книги Собираемся В Рижской центральной Библиотеке Каждую вторую субботу Месяца 14 часов Добро пожаловать А слушайте Она переехала Сейчас куда-то Или так Это наша Рижская библиотека Пока она ещё не работает На седьмом этаже Детский отдел Пока сейчас она не работает Ещё Но она работает В таком плане Что приходишь Ты книжку заказываешь Библиотека Сам тебе приносит А потом ещё Когда приносят Возвращают книги Эта книга Тоже в карантин Проходит Там два дня Вот А вот мы Так вот Пришёл к вам Как-то В этот клуб Книжный Любители детской книги Взрослый Немного непризнанный Поэт И сказал Я вам хочу Сказать С высоты Взрослой поэзии Ну и А мы ему сказали С высоты Детской поэзии Вот Значит что Так а что он сказал С высоты Взрослой поэзии Ну с высоты Взрослой поэзии Как старший Да Высокая Да Высокая поэзия Значит что Ну Что отличает Взрослую Отдельской Непосредственность Не просто Непосредственность А просто Ребёнок должен Считать её своей Вот лучшие стихи Вот например Валентина Дмитриевича Береста Вот мне очень Трудно вот Когда был редактором Гнома Уследить А Гном Это был ваш журнал Детский Который вы издавали Пять лет Издавал С 91 по 95 год И Очень трудно Уследить Потому что дети Дети Что такое Когда хорошее Стихотворение Он слышит И вот он слышит Не один раз И он считает Его уже своим Вот даже Не только Даже малыш Какой-то Шестилетний А там Первый Второй Третьеклассники Они уже считают Своим Он уже может Его написать Прочитать Прочитать Еще свое Именно писать И не будет Сказать Что там Он не украл Ничего Вот И вот стихотворение Они настолько Воспринимают Вот детскую поэзию Вот Должна Такой быть Детская поэзия Чтобы ребенок Прочитав И выучив стихотворение Считал Что это Он сам написал Понимаете И такое есть Очень у многих детей Ну и не у многих авторов А когда вы начали писать Стихи для детей? Стихи для детей Я начал писать После того Как побывал на Кубе Полгода мы работали на Кубе Между Гаваной Сотягой до Кубы Маленькими портами Развозили топливо На танкере Танкера Амститлес Был И на Кубе Там удивительно Все удивительно Невероятно Я вот до сих пор Полгода был Был в сказке Знаете В сказке Великолепной Все Ну это природа Или люди какие-то Необыкновенные Природа Ну люди при том Природа Причем случайно Абсолютно Вообще У меня вот интересно В море ходил У меня совершенно случайно Получалось Я пошел в первый Самый рейс За границу На танкере Артем Самый первый раз Рейс в город Одденса На родину Ганса Христиана Андерсена Понимаете А Когда работал на Кубе Тоже приходит Там вам Из посольства Экскурсия В Гаване Ставили К Хемингуэю Поехал Понимаете И вот так У меня Литературные Мореходные Маршруты Пересекалось Да Вот И В стиль Нет Немножечко Волнения Должно Быть Акулы Две Плывут Но это Я не от этого Хотя у меня есть стихотворение Об акуле Акула Акулина Три метра с половиной Под солнцем Греть спину Не трогай Акулину Ну вот Стал Какие-то Стихотворения Об этом А рыб У меня появилось стихотворение Рыба Ёж Рыба Кузаок Такая рыба Похожая на Утюг Вся В этом Рыба Чешуе Чешуе Ну Мурена Омурение Я написал Хотя у меня Книжка есть Приключения Удиса Кудиса Там Есть и Омурение Ну много всего Я тогда стал Да Вот Это Выражать Стихами То есть То что Так Меня впечатлило А стихи Стали предлагать Детским журналам Нет Нет Я Нет То есть Вы накапливали Их И потом Я не накапливал Я считал Что я не могу Ну Не у меня Что это Ну Не получаются У меня стихи Хотя И даже На сотни Вы еще Я вот Когда Поступил В мореходку Я каждый день Выпускал Стинг-газету Сатирическую Стинг-газету Она называлась Пестрые кадры В нашей группе И у нас был Такой Михаил Епифанов Поэт Наш Училищный И он Подписи делал Стихотворные Когда Мишка Капризничал Тогда мне самому Приходилось Писать эти стихи Но я не признавался Никогда И на сотни Тоже Стинг-газету Выпускал Сатирическую Тоже Называлась Она у меня Пестрые кадры На многих судах Набрано Название было везде Одно и то же Одно Амсаклистрин уже Арагве Везде Ну много Алтай Набрано Вот И Я значит Делал Стинг-газету И старался Конечно Портретное сходство Изображаемых Хорошо Мы вот Оставим Взрослую Взрослую тему На следующую Встречу нашу С Владимиром Очень Интересный Сегодня Мы услышали Рассказ Владимира Новикова Художника Детского писателя Издателя Доброго человека Автора Там Я не знаю Десятков Книг Больше 30 Больше 30 Книг Издателя Журнала Детского Гном На русском языке В Латвии И Я думаю Что мы Встретимся с вами Через неделю И продолжим наш разговор О встречах с великими Художниками Замечательными С интересными людьми С интересными людьми О ваших шаржах Для них Которых Накопилось Более 200 И тогда Может быть Вы нам И зачитайте Какие-то свои Эпиграммы Потому что Вы сегодня Их принесли И мы К сожалению Не успели Их послушать У нас Было Несколько Звонков Но Не хотелось Перебивать Владимира Поэтому Я надеюсь Что в следующий раз Уважаемые Девослушатели Вы сможете Дозвониться И задать Свои вопросы Владимиру Новикову Сегодня В программе Очевидец С вами Время Провела Автор И ведущая Людмила Прибыльская И звукорежиссер Студии Родион Золотарев Всего доброго До встречи Через неделю До встречи